Эва и Торнадо Маймур Евгений Яременко Яременко Александр Хамчак Антон И Рупич Сергей Вот в составе Торнадо Именно на воротах Как раз таки полевой игрок будет сегодня Это Маймур Ему дали черную манежку Без того не прохладно сегодня Достаточно вроде бы и дождливый был поначалу Но потом прошелся дождик И стало, я бы сказал Не так уж Идеально Для футбольного дня Трактовать как футбольную погоду Ну, Дамонтович сейчас будет вводить мяч Понемногу команды пристреливаются С первых секунд не так-то просто хороший темп показать Но две четверки есть И там, и там Равный сбор на самом деле Это почти равный сбор Это провоцирует на хороший футбол Одного лишь игрока сейчас не хватает Как я вижу В составе команды Эва Но все может легко поменяться Хороший уход Руденко Артур приводит правее Есть втроем Позиционный розыгрыш Килишенко классно перехватывает эту передачу К сожалению, у нас два мяча на поле Выносит дневная пауза Килишенко играет на Бараненко Руденко Пробирается дальше Артур Ну и удар есть Есть удар Уже чаще оказывается у ворот Пока что Именно торнадо Ворот соперника Бараненко Килишенко Перебоет на Бараненко Снова аут Какой неприятный рикошет Пришлось даже прыгать Тут Евгению Маймору Войти будем так говорить В полевой раш Во воротарский Бараненко Тут же удар Еще каркас Неточная передача Руденко Перехватывает Слева открыт Более или менее Все-таки Лениченко Александр Здесь правильно фамилия написана Именно Лениченко Руденко Классно встречались Странный тут факт Что Конечно Поддержки особо не было Под Лукаша На мой взгляд Надо было подключаться К кому-то Хотя бы Какое-то внимание Забирать на дальние штанги Пилюшенко В центре Смело так вот Решил Немножко позволить себе Поконтролировать мяч Лукаш Ввязался в борьбу Пилюшенко дальше играет Переводит направо Рухля Не дали ему ударить Присвалили в итоге На Лениченко Александре В пол-тем Такой Можно сказать Ненужный для Эва Но до конца Решил не упускать Игрока Игрок команды Эва Пилюшенко Снова Уходит под ударную позицию Это выше Маймур Лениченко А это не Лениченко Это как раз таки Восьмой номер Дитаренко-Владислав Пробовал свои силы Заблокировали удар Успешно Эва сейчас И разыгрывают свой мяч Чуточку как будто Прибавились В данный момент Белые Руденко Товантович Снова Руденко Бороденко Переводит на Руклюк Как я понимаю Хорош контроль Переводит на Лениченко Александр там будет Обыгрывать Нет Не дают ему обыграть Да и в принципе Не позволяет ничего сделать Вратарь команды Торнадо Как я понимаю Спешит на ворота Но Маймур пока что Надежно защищал Бороденко Бороденко Руденко Александр Еременко Нужна будет пауза Для того чтобы он встал на ворота Твельцов Артур Закрывает Под корпусом Наш 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 Хамчак, Руденка, ой, как-то неправильно принимает для себя, пришлось бороться дальше за мяч. Мы вынуждены завершать ударом эту атаку. Артур пробивал, пока что не точно. Вот еще пробный удар от Хамчака Антона. Немного выше ворот Броненко. Еременко вбрасывает на Хамчака, Хамчак на центр. Маймор, снова Хамчак. Маймор. Полез вперед, в принципе оправданно. Броненко. Амчак перехватывает этот прострельный пас. В скорости оставить мяч в пределах поля. Немного не хватает и тут же, тут же Эво как-то по-своему старается. Нацелена на оборота, периодически искать зону для ударов. Ну и в принципе у них это получается. Насколько эффективно? Нет, неэффективно на мой взгляд. Броненко. Хамчак отлично заблокировал здесь удар. Домонтович надежно все же выручает, прихватывая передачу по вратарскому. Вот и контратвет от Эво. Отличный темп и в хорошую физическую форму явно набрал Максим Броненко. Это заметно невооруженным глазом. Гриценко. Броненко. Ну, друзья, это на пенальти не тянет, но при этом какой-то звук стыка было явно слышно. Ну, понятно, почему все-таки недоволен здесь. Не поспевает, но фалит. Некий барьер создал для футболиста команды «Торнадо». Общак. Сваливается мяч с ноги. Право и лево, внимательно. К сожалению, 24-го номера и 99-го не указали в составе команды «Торнадо». Забыли про них. Записать, под какой фамилией они сегодня играют под этим номером. Белешенко. Саша перебудет направо. Гриценко. Снова налево на Белешенко. Вот он, есть коридор для удара. Можно и убирать под левую ногу. Маймур надежно заблокировал. Но, честно говоря, если бы уходил под левую, Саша, я думаю, что шансов у Жени было бы уже отразить или заблокировать удар мало. Лукаш. Рупич. Смотри. Быстрее, ниже. Домонтович выбрасывает на Шевченко. Пелешенко. Удается сохранить мяч. Есть удар. Рупич. Коллективными усилиями все-таки Эва справляется, отбирает мяч. Ух, какой пас небрежный. Ну, исправился. Честно говоря, здесь галкоманды Эва, Шевченко. Ну, а после этого пола у нас, друзья, Эймау. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Помните, я сейчас не помню, у меня нет возможности. Уточни, Руслан. Продолжение следует... Руслан, они правильно говорят. Продолжение следует... Нет, надо будет посмотреть. Я просмотрю. Броненко. Снова Максим. Женя, уточни 24-го номера фамилию, пожалуйста. Его не записали. Да, да, да. Таренко. Переводит на Руденко. Таренко. Переводит на Руденко. на Сашу. Михаил, конечно, хорошо написался в этом сезоне в игру команды Эва. Вместе с Новаком. Понял. А имя не знаешь? У меня вообще не записан человек. Спасибо. Забыли про него просто. Лениченко. Обстучался с Руденко. Снова Лениченко. Броненко. Новак надежно все же принимает мяч, но какой-то там прессинг создает ему Александр Лениченко. Недоволен таким вот мелким фолом, но игрок вправе сам, будем так говорить, своими возможностями какими-то разбираться и при этом получать какие-то свистки. Для этого есть судьи. Руденко играет на Лукаша. Лукаш переводит дальше. Лениченко. Руденко. 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 Попробовал Максим обыграть на скорости. И именно вот за счет того, чтобы как-то подловить на движение Лукаша. Но тут игрок достаточно быстрый на ногах. И это очень непростая задача. Еще и на такой коротком участке поля. Учитывая, что уже на половине поля соперника был, да и близко к воротам оставался. Сильный удар от Пелишенко. Новак играет на Пелишенко. Александр переводит снова на Новака. Кидается обыграть Лукаша. Лениченко. Сохраняет каким-то чудом мяч Лукаш. Достал, догнал. Вот это удар. Тут уже более зрячий удар, где приходится Дамантовичу всерьез сориентироваться и перевести мяч на угловой. Я считаю, что отличную попытку от Титаренко Влада мы видели. Только что Жильцов, капитан с мячом. Приводит Леви, Лениченко, Руденко. Нет, Новак. Новак надежно. Хорошо двигается сегодня в защите. Да и, в принципе, подключается к игре команды Эл. Тяжелым придется, мне кажется, во втором тайме. Недостаточно как-то сбалансированно выглядят эти две четверки. Плюс не все равное количество времени играют. А значит, усталость будет давать себе знать. Жильцов на Руденко. И есть первый забитый мяч. Артур Руденко реализовывает с передачи Жильцова Артура. Двенадцатая. Двенадцатая. Двенадцатая коллектива в желтых формах. Но вот Эва сейчас будет стараться делать все-таки, что все возможно для того, чтобы создать какой-то, наверное, другой подход против соперника. Потому что этот подход недостаточно хорош. Не было ощущения, что прижали соперника. Да, когда Майбур был на воротах, то пару моментов создали мега-крутых. Но это было очень давно. В начале первого тайма. Неплохой удар от Артура Жильцова в ближний угол. Да Монтович каким-то чудом-то сориентировался. Но все-таки не поспевает таким мячом Шевченко. Жильцов. Хамчак. Снова Жильцов. Пирешенко. Неплохой розыгрыш. Достает до передачи. Есть пустые ворота, друзья. Вот так, вот таким чудом. На самом деле Шевченко реализовывает. Не понимаю, почему апеллировали сейчас что-то к судье. Но Саша забил. Ой, вернее, Сергей забил. А с передачи как раз таки вот нужно будет уточнить. Без номера сейчас игрок играет в белой футболке. Ну, я запишу, что нужно спросить. Минута. На 19-й минуте был реализован этот мяч. Теперь появляются мысли о том, чтобы брать рупор и постоянно озвучивать, кто забил. Возможно, это прибавит немножко эффектности после забитых мячей. Где-то ради этого мы все играем. Сейвов, мячей и красивого футбола. Маймур. Перехватили все-таки обоюдными усилиями его передачи команда Эва. Играть лежа можно, напомнили, что только тогда, когда против тебя не играет игрок в этот же момент. То есть, если ты сам, ты можешь хоть набивать там. А вот когда идут в отборе игрок, ты лежа не имеешь права играть. Потому что лежа это как преимущество. И поэтому дается свисток. Вот и перерыв. Впервые там подошел к концу. 1-1, я напомню, счет. После течения этих 20 минут, и остаются у нас другие 20 минут. Для выяснения, кто же заберет три очка сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 На самом деле судьям дают возможность доиграть эпизод, это правильно опять же по трактовке футзала И как раз в этой ситуации, если игрок чувствует, что бессмысленно, он может смело себе просто остановиться И это будет, будем так говорить, свисток от судьи и штрафной, если так хочет команда штрафной Если игрок хочет доиграть эпизод, то может доигрывать, но штрафной уже не ставится, это уже отложенный фолк Потому что событие уже, как говорится, было Маймур Таенко потерял мяч, теперь нужно отбирать Очень эмоционально реагирует на какие-то минимальные фолы, да, залетели в ногу Максиму Но не сказать, что там Влад как-то специально фолил, он просто выставлял по максимуму ногу продольно Ну и заехал в Голеностоп Шевченко ставит корпус Постарался отдать передачу туда, на Александра Пелишенко Потихоньку на самом деле дают коридоры для того, чтобы разыгрывали Торнадо И в принципе Торнадо тоже дает иногда разыгрывать Эва Это признак того, что усталость дает о себе знать именно в защите Где индивидуальная игра потихоньку может приносить плоды А вот у нас розыгрыш и не самая уверенная передача Черепахина Никиты Амчак Рухля Нет, это не передача для Новака, это передача для Аута команды Торнадо Сильно, слишком сильно Жильцов Маймур А время-то идет Маймур Шевченко Новак Амчак сейчас пытается пласироваться, не дать комфортно пробить И в принципе все делал правильно Рухля мог забивать Но не смог Не хватило здесь немножко все-таки Удачи Для команды Эва, мне так кажется Хороший уход под левую Дальше пробрасывает Нет, тут уже Новак первый на мяче Все почему-то все-таки не точно отдают передачу На эмоциях Шевченко Еще одна не точная передача Очень много брака появляется, друзья Нет, нет До конца постарался играть 99 номер Именно его, к сожалению, не записали Почему-то сегодня Маймур Придача не точная Амчику Антону не удается Сохранить мяч в пределах поля Новак Маймур Пробует обыграть Рубич постарался там как-то сбросить Не получилось Два в стенке, два Миша, Серега Вот, Миша Да, я, я И останешься уже Пошли, не остаешь А, хорош, хорош Ниже, ниже, все Все, все, все Контроль за его А сейчас статично Немножко принимает решение Куда дать передачу Точный пас все же отдает На Шевченко Хорошая комбинация Могла бы быть Рухля Шевченко Рухля Лукаш Я напомню, что мы видели Лишь только два мяча За эти 30 минут Какая минута у нас сейчас? Черепахин Какая? Ага Да, друзья Ровно 10 минут остается впереди Ну так Пробрасывает дальше Пробивает Поехала опорная нога Шевченко Бараненко Лукаш Играет на Хамчака Он там переводит вправо Немножко в сторону Постарался сохранить мяч По этой номере команды Торнадос Не удалось, друзья Бараненко Идеальный пас на Рухлю Нужно было сразу постараться ударить И какой дублирующий удар Неплохой-то Ай-яй-яй Есть споры друг на друга Там что-то наговаривает Лениченко и Еременко Как я понимаю Женя Еременко Который из команды Эва Организатор Монтович Руденко Артур Классно убирает под себя Дальше отдает передачу Неплохо на Лукаша Лукаша Санс был забивать Чуточку не хватает Там времени не было На самом деле комфортно пробить Вот он тайм-аут Тридцать две минуты позади Еще восемь минут играть Тридцать две минуты позади Тридцать две минуты позади Разлучал друзья свисток Мы продолжаем дальше Рухля Лукаш Еременко на Лукаша Руденко Снова загрузил Настя чем-то Артур Лукаша Не самое лучшее решение Как по мне Лениченко Удается устоять на ногах Титаренко Владислав Это пятый командный фолл на секундочку Друзья К чему здесь судья дал свисток Потому что владение мячом Появилось у другого игрока У Титаренко Владислава А именно как раз таки На Лениченко Сфалили Ближе Ближе Лениченко Лениченко Лево остался Лево Мешкой Руденко Лениченко Неточный пас Пелешенко пробрасывает Бегает вперед Бараненко Какой сейф от голкипера В который раз выручает Шевченко Не самый лучший вброс Перевод Никуда было делать Никого не было А для удара Далековато Пробные выбивания Мяча От Дамантовича Лукаш Шевченко Высокий прессинг Сейчас следует Как минимум Еще 5 минут У нас футбола И я вам скажу Что понемногу Почему-то Эва получше Стали играть Под завершение Странно это Странно Потому что Казалось бы Замен больше У Торнадо Да Незначительно Но больше И есть забитый мяч Вот так Прочувствовал Этот эпизод Шевченко И вклотил Нашел шанс И реализовал На 35 минут Между прочим Это дубль И 5 фолов Уэва Теперь приходится И аккуратно Отбирать мяч И в принципе Как-то Удерживать счет Я напомню Что Сергей Оформил дубль Тут же на замену Сегодня он максимально Продуктивен На футбольном поле Максимально Вот иногда Отдаешь чуть больше Игрового времени Партнера по команде Играешь меньше Но при этом Тебе удается Сделать больше Платительных действий На поле Это наверное Тот самый случай Жильцов на Маймора Калишенко Переводит на Бараненко Это пас в спину Жильцов на Руденко Маймор Пробрасывает дальше Очень непростое решение Выбрал Женя Туда дальше уйти Пробросить Не могу я сказать Что специально Артур засадился Там Пятой точкой Он подпрыгнул Ну а дальше Мне кажется Просто повалился И да Кстати Может так Получить травму колена Бараненко Бараненко Беляшенко Каким-то чудом Дошла Все же передача До Бараненко Но нет Нужно возвращаться Сейчас Команде Эва Рупич Маймур И Руденко Красивый мяч Забивает Артур Здесь А Маймур Дает голевую Между прочим И Руденко Забил У нас Второй гол По дублю У одной и другой команды Вот так бывает Амчак На Лунац Передача не очень Как мы видим Пас Разрез от Гриценко Не проходит Рупич Дается обыграть Рупич Едва ли На самом деле Неприятным рикошетом Не пропускает Мяч Свои ворота Сейчас Эва Очень проблемно Им Закрыться Организованно Видно, что Волнуется Рухля Не было Друзья Здесь фола Это уже было При Движении Вперед Когда бежал Рухля А тут же Есть шанс Организованно Непонятное решение Непонятное решение Сейчас Сад 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 Проще Не полив Не полив Не надо Заставлять Вперед 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 Ребят Еще время идет Бараненко Пелюшенко Яременко Переводил на Лукаша У Лукаша были трудности С приемом мяча В той ситуации Рухля Играет на Пелюшенко Рупич первый на мяче Новок бежит Не до самого конца Как будто догоняя Оппонента Соперника И вынужден был Пелюшенко сближаться Заблокировать удар В части получилось Это угловой Маймур Слабый удар Но шанс хороший Бараненко Максим Вроде бы Еще правильно делал Новок До конца Этот момент Не прочувствовал Как мне кажется Лукаш Хороший шанс В каркас Ворот попадает Здесь девятый номер Торнадо И мог уже выводить Свою команду вперед Со счетом 3-2 бы тогда Все продолжалось Руденко Уже автор Двух мячей Я напомню Сколько времени Игорь Всего лишь 15 секунд Ну подсказали мне Уже и полевые Какие А какой гол У нас забивает Пелюшенко Александр На последних секундах Друзья Вот это поворот Не доиграли На самом деле Оставили его свободным А он смело Взял себе И перевел И таким образом Вывел свою команду Вперед Со счетом 3-2 А его можно Поздравить с победой